На минувшей неделе несовершеннолетний житель Лыткарина пострадал в ДТП, управляя скутером. Сотрудники госавтоинспекции настоятельно рекомендуют родителям отказаться от покупки этого вида транспорта детям, а также призывают водителей мотоциклов соблюдать правила дорожного движения и пользоваться специальной защитной экипировкой. Раннее открытие мотосезона в этом году дало свои отрицательные результаты. На сегодняшний день уже зафиксировано 7 ДТП с участием мотоциклистов. Как отмечают сотрудники ГИБДД, в зоне особого риска находятся дети, которых допускают к управлению скутерами или мопедами. Родители, которые приобрели скутер, мопед своему ребенку, они должны четко понимать, что он не упасть с него, ему не получится. При каких обстоятельствах он упадет, это вопрос времени и ситуации, и чем это падение закончится для него. Один из таких случаев произошел недавно в соседнем городе Лыткарина. 14-летний мальчик сидел за рулем скутера. Не справившись с управлением, он совершил наезд на бордюрный камень, после чего наехал на опору уличного освещения. Сейчас несовершеннолетний водитель в тяжелом состоянии находится в больнице. По словам Ильи Атаманова, управление скутером возможно только с 16 лет и при наличии водительских прав категории М. Появление любого ребенка на скутере на проезжей части – это нарушение правил дорожного движения, что влечет за собой первое – изъятие транспортного средства, привлечение его к административной ответственности, если ему 16 лет. Если ему нет 16 лет, то это подбор материалов и направление их в отдел по делам несовершеннолетних. Но самой серьезной расплатой за незаконное управление транспортом могут стать жизнь или здоровье ребенка. Поэтому сотрудники Госавтоинспекции призывают родителей отказаться от покупки детских скутеров.